Такой глобальной реконструкции Московское шоссе не видело уже лет 30, но именно по этой дороге из аэропорта Курумыч в город поедут болельщики футбольного чемпионата, а из гостиниц попадут на стадион Самара-арены. И потому задача преображения главной Самарской магистрали была поставлена на высшем уровне. Люди, которые приедут и увидят новые, современные, благоустроенные мосты, дороги и многое другое, конечно, это может дать, еще раз хочу сказать, или оставить такие впечатления, которые потом будут десятилетиями работать на Самару. За дорожный контракт боролись две фирмы, итальянская и самарская, в итоге стройку века доверили местным дорожникам. Основную городскую артерию расширят в два раза, получится 10 полос, по 5 в каждом направлении. Три основные, две прилегающие, одна из которых специально для общественного транспорта. Кроме этого, появятся на всем протяжении велодорожки и тротуары. Снимается старое покрытие, готовится к разборке. Если, вот мы посмотрим в левую сторону, здесь есть колышки. Это будет южная рампа, здесь начинается, 6 полос будут нырять в тоннель. На пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе построят две транспортные развязки, двухуровневые. Основной поток машин пойдет по Московскому шоссе. Стройка уже началась, расширяют проезжую часть. В ноябре один из символов Самары, памятник штурмовику Ил-2, демонтируют. После завершения реконструкции магистрали самолет вернут на место. Через 2, максимум 3 недели мы должны получить по графику разрешение на начало работы по конкретным памятникам. Штурмовик будет демонтирован, отправлен согласно выданных нам техусловий Департамента культуры на площадку авиакора. Хранение, совместить с реставрацией. Согласно проекту, Московское шоссе преобразится от памятника штурмовику времен Великой Отечественной войны до городской окраины около стелы Самара. Это 9 километров. Цена вопроса почти 9 миллиардов рублей. 5 процентов – деньги областного бюджета, остальное – субсидии федерального. Часть средств потратят на перекладку коммуникаций. Например, линии электропередач уйдут под землю. Губернаторам перед министерством поставлена задача по точному выполнению срок данных объектов, завершения всех работ. Чтобы не было пробок, подрядчики уже занялись строительством дороги дублера. Оказывается, у нас так много мест на Московском шоссе с правой стороны. Временные дороги, чтобы максимально увеличить количество полос для движения. Перенос коммуникаций планируют закончить до нового 2016 года. Сама магистраль пройдет госприемку в декабре 2017. Сначала строители возьмутся за кольцевые развязки, затем за боковые проезды. И завершится глобальная реконструкция Московского шоссе асфальтированием центральной шестиполосной трассы. Оденут дорогу в современный щебеночно-мастичный асфальтобетон. За счет жесткой каркасной структуры магистраль будет деформироваться меньше, а значит прослужит дольше. Сергей Кизоркин, Георгий Плешаков. События.